ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Держитесь на полочные и республики сидений. Был избежание подземья. Заранее готовьтесь к выходу. Следующая остановка. Урсо-Морская. Доброе утро, мои дорогие. Сегодня совсем другая погода. Хмуро. Минус 20. Да еще и с ветерком. А я еду на другой конец города. Улица Морская. Хмуроватенько сегодня. Вот эти зверушки. Они в темноте-то светятся. А сейчас... Улица Беринга. Один плюс есть у масок, когда холодно, а в ней теплей. Но... А минус сегодняшнего дня притащилась я. Много лет здесь был. Очень хороший секонд-хенд. А я здесь рядом работала. Тут вот. Прямо рядом. Вот в этом доме Алинка жила до отъезда в Крым. И мне так удобно было я на работу и калинки зайду и в секонд в этот зайду. Ну вот, сейчас приезжаю. Закрыто и вывеска снята. Жалко. Ну ладно. На дом поглядела. В троллейбусе, как окна замерзли. Сейчас шла мимо рынка. На рынке все как было, так и есть. В мороз стоят, на улице торгуют. Скажешь, что они люди привычные. Следующая остановка. О, и солнышко выходит. Может разгуляется. Погода-то. Так, ну вот я приехала. У меня следующий пункт назначения. Нет, не областная научная библиотека. Мне нужно вот сюда. Но это я вам просто показала. Кирилл и Мефодий у нас тут стоят. Вот, это называется теперь Центр социальной поддержки населения города Мурманска. О, другое дело. Вот так я люблю. Меньше минуты. Зашла, спросила, мне ответили. Все, свободно, Любовь Николаевна. Так, куда бы мне еще-то... Сейчас я подумаю, куда бы мне еще рвануть. Я смеюсь, говорю. Экскурсия, узнай свой край. Вот это у нас городская больница. Городская больница и роддом. Один из трех. Вот. Есть еще областная больница. Ну, та большая. Это там, где Иринка живет. Там прям большая. Больше гораздо. Вот. Я вернулась домой. По дороге у меня случилась неприятность. Разрядился телефон. Ну, так как, собственно... Ну, не кричит ее. Я снимаю. По дороге у меня ближе всего была комиссионка. Я решила туда зайти. Прошлый раз, я когда была, приглянулась мне вот такая блузка. Тут и цветочки, и бабочки. Давно я искала вот такую ткань для декорирования. И ничего мне такого не попадалось. А тут прям целая блузка. Рукава вот такие длинные. Вот. И вот прошлый раз я посмотрела, подумала, думаю, ну, ладно. Если что, если она меня дождется, значит, я ее куплю. Ну, сзади она просто как футболка тканей. Хотя это тоже мне подойдет. Такого цвета. Вот. Я вот купила. Буду декорировать. Но красота ведь правда. Купила нитку янтаря. Вот. Видите, здесь сломан замочек с одной стороны. Вот. Ну, это янтарь натуральный. Поэтому очень хорошо. У меня ведь их все равно на переделку. Так. Теперь. Вот такие бусики. Вот такие винтажные бусы. Это прям винтаж, потому что и замочек такой, и вид у них, конечно. Видно, что они старые. Мне понравились вот эти вот бусинки вот такой формы. Ну, эти куда-нибудь пойдут. Вот. Вот такие вот симпатичненькие. И вот такое вот украшение. Ну, это прям сатуар. Длинные. вот, я их взяла исключительно из-за вот этих элементов. Девочки, забыла, как называется. Ну, я вспомню, я вам потом скажу. У них же есть своё название. Ну, ещё я ничего не мыла. Это тоже как материал. Я их, конечно, буду переделывать. Тем более, что здесь есть элементы стеклянные. А есть пластик. А есть пластик. Вот это и вот это. Пластик. Вот это я вообще не знаю, что это. Что это? Это тоже, наверное, пластик. В общем, тут стекло с пластиком вместе. А вот это вот стекло или камень. Ладно, это я потом посмотрю. Вот так что... Опять удачно я сходила. Видите? Коктейль молочный делает ребёнок. Вот так вот поверну. Держи крепко. Держи. Не упало. Не, не упало. Держи крепко. Ты смотри туда. Ой, не упало. Мама, папа. Давай ещё расходим. Сразу говорит, что это машина. Держи крепко. Держи, молодец. Вот он у нас тут. Он у нас что делает. Весь в мыли. Фантастика. Давай, дед? Это точно. Саша, покажи свою бороду. Посмотри на него. Саша, давай. Смейся мыли. Кто ты, Саша? Скажи, кто ты? Саша, кто ты? Дед Мороз. Дед Мороз? Вот так вот он купается и играется в одном. У меня он ложится в девять. Но крайне в случае полдесятого у родителей это просто кошмар какой-то. Ой, это кошмар какой-то. Вот так ребенок спать укладывается. Время одиннадцать. Он песни поет. Ну, а вам, мои дорогие, всем спокойной ночи. На улице что-то, не пойму, снежок, что ли, идет. Нет. Пусть у вас все будет хорошо. Я не могу. И смех, и грех. Полетели высоко. Не болейте, мои хорошие. Спокойной ночи. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok